Приветствую вас. Я думаю, что все здесь зависит исключительно от ваших ожиданий, от того, насколько вы честны сами с собой. Понимаете, поздравить бывшего молодого человека с днём рождения, это очень здорово, это очень хорошо, это такой, ну, очень хороший такой мотив, да, он хорошо, очень хорошо. Вас характеризует он, говорит о вашей зрелости личностной и так далее, вот он говорит, в принципе, о том, что, возможно, вот какие-то обиды вы отпустили уже, а вы вот, ну, по крайней мере, такие вот самые-самые животрепещущие, скажем так, обиды вы отпустили. Может быть, конечно, что-то у вас еще есть, но, скорее всего, это так вот, вы отпустили, да, то есть это такое вот, ну, это, как бы, уже вы живете дальше, да, то есть вы как-то вот, ну, двигаетесь вперед. Вот, и в этом плане вы молодец. Ну, вопрос заключается немножко в другом, а именно в том, насколько вы честны, то есть вот, правда ли вы, правда ли, что вы отпустили человека? Правда ли вы, правда ли, что вы не хотите больше, ну, например, с ним быть в отношениях? Вот. Правда ли это? Чего вы ждете от, значит, от вашего поздравления? Тоже достаточно важный момент. Если вы от поздравления ждете чего-то, чего-то ждете, то нет, в таком случае поздравлять лучше не надо. Если вы чего-то ждете, если вы не ждете ничего, если у вас нет ожиданий, и это честно на самом деле, так, то можете поздравлять, я думаю, что он вам будет благодарен. А если вдруг случится такая история, что молодой человек не оценит, то, что вы его поздравили, ну, вам от этого не будет ни холодно, ни холодно, ни крючо. Кроме того, молодой человек вполне вероятно мог, может быть еще обиженным на вас, и действительно реакция может быть разная, поэтому стоит честно себе признаться в своих ожиданиях. Если ожидания есть какие-то, то лучше не испытывать судьбу и не рисковать. Это проявление личной безответственности. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи.